Здравствуйте, уважаемые телезрители Живого телевидения! Сегодня у нас очередная литературная встреча в программе Booking, ведущей в студии Юрий Проскуряков. Я вас хочу познакомить с замечательным поэтом и писателем Александром Рапопортом. Здравствуйте! Добрый день! Дело в том, что я немножко побаиваюсь этого эфира, потому что, представьте себе, вы находитесь на моем месте и разговариваете с самим Зоченко. И это очень опасная беседа, потому что можно оказаться героем ваших рассказов. Это, наверное, не самое лучшее, как можно себя представить в виде персонажа. Обычно все любят, когда их представляют в каком-то героическом виде, но совсем даже и не в смешном. Мне кажется, что несмотря на такую погоду пасмурную в Москве, прямо в середине сентября, то, о чем мы будем говорить, каким-то образом сможет осветить вашу жизнь, если вы москвичи. А я думаю, что сейчас и по всей России тоже идет дождь. И, Александр, вот мне хочется начать нашу беседу просто с чего-нибудь такого, что вы хотели бы прочесть из прозы, как некую визитную карточку. Я сам прочел какое-то количество ваших произведений и мог бы попросить вас о конкретном, но мне хочется, чтобы вы сами выбрали. Хорошо. Тогда вот как визитную карточку я сейчас занимаюсь одной рукописью своей, которая называется «Анекдоты новейшего времени». Анекдоты – это в значении некие законченные новеллы от греческого «не опубликованное». И у этой рукописи там истории о известных или неизвестных людях XX века, и у этой рукописи есть преамбула, которую я тогда прочту. Кто-то из серьезных писателей пошутил. Анекдот – кирпич русской литературы. Прибавить к этому высказыванию нечего. Но можно убавить, например, так. Анекдот – кирпич. В одесском дворе, где я рос, была игра «Воздушный бой». Мальчик, раскручивая над головой веревку с привязанным к ее концу тяжелым предметом, сходился с другим мальчиком с точно такой же прощой. Медленно шли они навстречу друг другу, повторяя как заведенные «Морда-морда, я кирпич, иду на сближение». Проигрывал тот, чей самолет первым терпел аварию. Но говоря об анекдоте, нужно помнить, что его функция не исчерпывается формулой «морда-кирпич». А рассуждая о кирпиче, необходимо иметь в виду, что изделие это не так ординарно, как представляется на первый взгляд. Взять хотя бы то, что каждая из параллельных грани его образующих имеет свое название – ложок, тычок и постель. Само это перечисление наводит на мысль, что кирпич наделен некой метафизикой, помимо всем известной физики, и не разгадан окончательно, по всякому случаю, не всеми поголовно. Семейство керамических изделий, которому принадлежит кирпич, включает в себя и тонкую фарфоровую посуду, и сантехнические приборы, и обычную кафельную плитку, и защитное покрытие для космических шаттлов. То есть, под водой, на небе и на суше. Таков и анекдот. Кирамос, кирам, при этих словах мне вспоминается пергам, город в Малой Азии, где на экологически чистом пергаменте, возможно, впервые в истории человечества, были записаны на бумаге анекдоты. Формально, законы и правительственные указы, обязательные к исполнению, по сути своей, они были именно анекдотами, в высоком значении этого слова. Словарь Владимира Даля 1903 года издания определяет анекдот, как краткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном или забавном случае. Французский птилиарус и люстре 1906 года дает несколько дефиниций. Маленькая пикантная история, мелкий исторический факт, историета. Все источники сходятся в одном. Анекдот – слово греческое, в первоначальном значении не опубликованное, не для записи. Нарушим этот запрет. Ну вот, такая преамбула. И дальше идут вот эти короткие на страничку, на минуты 2-3 чтения истории о людях XX века. И поскольку XX века такое явление уже законченное, то можно о нем писать. Да. Уважаемые телезрители, я хочу несколько слов еще сказать про Александра Рапопорта. Ну, вы, наверное, уже поняли из этой преамбулы, что он родился в Одессе. Оно имел достаточно сложную, интересную биографию, о которой, возможно, он нам скажет несколько слов. Ну, он автор двух книг стихов, одна из которых называется «Образ жизни». Можно ее показать? Да, пожалуйста. Вот такая небольшая книжечка стихов содержательных, очень интересных. И другая книга «Ими и число». Это вот, видите, как интересно сделано в стиле визуальной поэзии обложка. Ну вот, так вот, значит, и кроме этого Александр сделал большое количество публикаций, как я понимаю, в разных журналах в Москве, в стране и за рубежом. Также вы в последнее время трудитесь в качестве журналиста и публикуете интересные эссе или репортажи или интервью в разных журналах. Но, как я понял из чтения того круга произведений, которые мне оказались доступны, в центре вашего творчества находится еврейская тема. Это естественно для меня, во всяком случае. Нет, ну, есть много писателей евреев, которые никогда не писали на еврейскую тему. И вы таких знаете, конечно, так же, как и наши телезрители. Есть писатели, которые писали исключительно только на еврейскую тему, ну вот, как Андрей Соболь, например. И есть писатели, которые время от времени пишут на еврейскую тему, иногда пишут на какую-то другую и вообще просто пишут. Но вот в последнее время я заметил, что среди писателей евреев много писателей, которые пишут исключительно на еврейскую тему, или почти все время на еврейскую тему. И мне это кажется, но на русском языке при этом. Это не те писатели, которые пишут в Израиле или где-нибудь еще на еврейскую тему, но это фактически русские писатели, которые пишут на этническую тему. Как вы можете объяснить пристрастие к этой теме свое? Не потому что вы по происхождению еврей, но вы фактически находитесь в большом русле русской культуры, но при этом героями или темами избираете темы еврейские. Я сказал же, что это для меня естественно, а когда этой темы в литературе практически не было, то мне было чрезвычайно любопытно, как она вообще может в советские времена, поздние советские времена существовать. Я помню, мы жили тогда не в Москве, а в Туле. Я помню, я пытался найти в магазинах переводы сыдыш современных еврейских писателей. И все эти писатели были как такая поднятая целина, но только не там, где герой Шолохова, а, значит, еще дальше в Биробиджанском крае. И там они все, значит, если у Шолохова они боролись с кулаками, то там они исключительно боролись с суровыми условиями природы. Они как-то все были очень похожи. И если у Шолохова там дед Щукарь был такой, который всех веселил, то тут была какая-нибудь Циля Двоера, которая, значит, своим островным словом потрунивал над влюбленными и подбадривала унывших. И я вот это читаю, думал, неужели вот это вот современная еврейская литература? Наверное, нет, наверное, что-то другое, но что? И вот было непонятно, что же. То есть был интерес такой у меня к этому, который нашел удовлетворение только, когда появились переводы на русский язык в России, американских писателей, пишущих на еврейскую тему. Я имею в виду Бернара Меламуда, Беллоу и других. Ну вот. И, ну, естественно, для писателя, если он пишет о людях, которых он больше знает, да, мне казалось, что там достаточно много всего драматического, драматического происходит в этой среде, и вот поэтому я, наверное, и стал писать об этом. Да, это, мне кажется, я в первый раз слышу такое очень убедительное объяснение того, что происходит в определенном, скажем так, на определенном поле русской литературы. Но все-таки это остается русской литературой. И вот, скажем, ваш рассказ, ну, просто замечательно смешной, Бадамвазаль Фарин. Он, мне кажется, тоже написан на еврейскую тему, хотя главной героиней этого рассказа как будто бы является некая француженка, приехавшая в СССР. Ну, не как будто, а действительно она француженка. Да. И там еще есть и другие персонажи, школы там и прочих органов, следивших в то время за иностранцами. Но все-таки в центре рассказа находится некий мальчик, который, ну, совершенно без всякой подоплеки, что ли, пытается понять то, что происходит. Вот не могли бы вы прочесть этот рассказ, потому что, мне кажется, он просто выдающимся. Этот рассказ, ну, он длится... Ну, неважно, сколько он длится, но он не такой уж большой, как мне кажется. Ну, хорошо. Этот рассказ, он был опубликован в Иерусалимском журнале у Игоря Бяльского. И сейчас вот он вошел в антологию. Вот эта вот книжка, которую я держу, называется «Третья мировая Баси Соломоновны». Выходит такая антология в издательстве «Текст», которая называется «Проза еврейской жизни». Составитель этой серии «Осар Эпель». И тут вот в достойной компании удалось опубликовать этот рассказ с Василий Аксёнов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Сергей Юрский. Вот. Мадемуазель Фарин. Сейчас я его найду. К нам на кафедру приехала француженка, сказал отец за обедом. Что она будет делать, спросила мама. Вести разговорную практику у студентов. Мадемуазель Фарин была первым иностранным, Мадемуазель Фарин была первым иностранцем, приехавшим по линии культурного обмена, как тогда говорили, в педагогический институт, где работали родители. Я учился в четвертом классе. Не знал, что такое культурный обмен, но, услышав слова отца, попытался представить эту самую линию. У меня получились гладкие блестящие перила. Они начинались от Эйфелевой башни, окончались в нашем городе. Мадемуазель Фарин поднялась в лифте на вершину башни, села на эти перила, завизжала от восторга и поехала вниз. Так она оказалась у нас. Для института ее приезд стал событием. До нее по такой линии никто еще не приезжал. И всем хотелось на нее посмотреть. Однажды, стоя возле институтской раздевалки, я услышал, как одна студентка говорила другой. И что находят в этих француженках? Смуглая, худая и постриженная, как мальчишка. Когда мадемуазель Фарин на собрании кафедры знакомилась с преподавателями, она рассказала, что ее учителем в коллеже был русский, белый иммигрант, как он сам себя называл. «Слово Фарин, — пояснила она, — на французском значит «мука». И в начале обучения белый иммигрант часто ей повторял «Мука мне с тобой, Фарин». Она не знала еще, что смысл слова может зависеть от ударения и долго не могла понять, что он имеет в виду. Из этого можно было заключить, что учитель мадемуазель Фарин обладал своеобразным чувством юмора. Но на некоторых слушателей ее рассказ произвел совсем не то впечатление, на какое она рассчитывала. Рядом с институтом в соседнем приулке находилось здание областного КГБ. Соседство было случайным, но символичным. Как бывает символичным, все случайное. Человек из этого ведомства по-соседски сидел в преподавательской, когда мадемуазель Фарин знакомилась с сотрудниками кафедры. И в КГБ решили, что она может быть агентом белой эмиграции, которая хоть и состарилась давным-давно, но невзирая на возраст, не устает вербовать молодых францужинок для известных целей. Полной уверенности, что мадемуазель Фарин агент не было, но на всякий случай решили ограничить ее передвижение. На следующий день мадемуазель вызвали в деканат. Декан сообщил, что если она захочет выехать из города, нужно будет написать просьбу на его имя и обязательно упомянуть, куда она едет и зачем. Просьбу рассмотрят и в трехдневный срок дадут ответ. После этого у них завязалась переписка. Она носила односторонний характер. Не знаю, будет ли она когда-нибудь опубликована. Читая переписку знаменитостей, кажется, что ее авторы знали. Со временем их письма напечатают отдельным томом. Допускали такую возможность, все время держали это в голове, им было небезразлично, как они будут выглядеть в глазах потомков. В письмах людей незнаменитых часто можно встретить такое, чего не найдешь, скажем, в письмах Пушкина к графу Бенкендорфу. Мадемуазель Фарин писала на французском. Декан переводил текст на русский и отсылал с курьером перевод в соседний переулок. В первом письме она сообщала, что не может купить в нашем городе сковородку и эмалированную кастрюлю. Поэтому хочет съездить в Москву, где надеется успешно решить эту проблему. Она признает, что допустила легкомыслие, не позаботившись заблаговременно об этих предметах. Но ее может извинить то обстоятельство, что она первый раз в России, впечатление о которой составила по художественной литературе XIX века и по рассказам своего учителя, много лет назад покинувшего родину. Поэтому она не знала, что в Советском Союзе эти предметы являются редкостью. Если она еще раз, когда-нибудь, приедет в наш город, то привезет сковородку и эмалированную кастрюлю из Франции. Декан перевел письмо и отправил по назначенному адресу. В соседнем переулке над ним долго не раздумывали. Через час курьер принес оттуда новую сковородку и письмо в конверте без обратного адреса. Сковородкой предназначалась мадемуазель Фарин, письмо декану лично. Оно было по-военному кратким. В нем сообщалось, что эмалированная кастрюля будет доставлена в трехдневный срок. «Я видела эту сковородку». «Я видела эту сковородку», сказал отец. «Она стояла у декана на столе, а сам он сидел и грустно на нее смотрел. Не знаю, о чем он думал в этот момент». «И что?» спросила мама. «Он не постеснялся вручить ей сковородку?» «Он не знал, какова будет реакция на этот дар», ответил отец. «Что мадемуазель сделает после того, как сковородка окажется в ее руках?» «Поэтому он припоручил сковородку лаборантки кафедры, сказался больным и ушел домой. Через два дня строго одетый молодой человек принес в институт большую эмалированную кастрюлю с крышкой и молча поставил декану на стол. «Она не заказывала с крышкой», раздраженно сказал декан. «Крышку можете оставить себе», ответил молодой человек, повернулся и ушел. «Наглец», сказал декан, после того, как молодой человек закрыл за собой дверь. Судя по всему, за кастрюлей ездили в столицу. В следующем письме мадемуазель Фарин сообщала, что в скором времени в Москве в Музее Западного и Восточного Искусства откроется выставка французского художника-коммуниста Пикассо. Сама она, давняя поклонница Пикассо, и хотела бы провести экскурсию для своих студентов и прочесть лекцию. Студентам, писала мадемуазель Фарин, полезно будет узнать о творчестве этого художника-коммуниста. Привезти к нам выставку Пикассо, чтобы мадемуазель провела экскурсию, не покидая города, местный комитет безопасности не мог. Все-таки выставка Пикассо не эмалированная кастрюля, и поездку разрешили, но с условием, что поедут еще два преподавателя. Старшей группы назначили Ольгу Степановну, кандидата наук и члена партии, а вторым вызвался мой отец. Поскольку поездку назначили на выходной день, отец взял с собой меня. Декан, смущаясь, попросил мадемуазель Фарин вернуться вместе со всеми, иначе он будет за нее волноваться, а волноваться ему вредно. Мадемуазель Фарин обещала. По мере возможностей Комитет безопасности старался отслеживать все контакты француженки внутри и вне института, а возможности эти были велики. Но была одна касающаяся ее подробность, о которой не знали там, но знали в нашей семье. Это можно утверждать с полной определенностью. Если бы она стала известна, то в Москву бы бандемуазель Фарин точно не пустили. В нашем городе жил человек по имени Эдик. Он работал слесарем в котельной. В его обязанности входило следить за компрессором и ремонтировать его, если компрессор ломался. Вообще-то у него была и другая профессия. Но Эдик говорил, что не работает по основной специальности из принципиальных соображений. Два раза в год Эдик писал заявление в городской отдел визы регистрации с просьбой разрешить ему выезд в государство Израиль для воссоединения со своим двоюродным дядей и дядиным сыном его Эдика троюродным братом. Если Эдику в Авире говорили, что здесь у него есть более близкие родственники, он отвечал, что с ними со всеми давно поссорился. Это было правдой. Два раза в год Эдику отвечали, что удовлетворить его просьбу не могут, потому что в свое время он работал на предприятии Арсенал, давал подписку о секретности и теперь является обладателем сведений оборонного характера. Эдик заранее знал этот ответ и говорил, что срок его подписки истек, а секреты устарели и покрылись плесенью, но его уже не слушали. Эдик уходил и возвращался через полгода. Его отказывались выпустить, он отказывался работать по специальности, жил в отказе. Такой человек назывался отказник. Теперь задним числом я понимаю, что Эдик действовал неправильно. Ему нужно было переехать из нашего города в другой, где по истечении срока секретности служащий Авер мог бы иначе решить его судьбу. Если бы Эдик наладил с ним соответствующие отношения, служащий Авер мог бы, был бы стимул представить дело так, будто предприятие Арсенал музыкальный коллектив, в котором Эдик инженер-радиоэлектронщик работал, скажем, звукооператором. Такие случаи бывали. Но желающих уехать из нашего города было гораздо больше, чем желающих в нем поселиться. Эдик об этом прекрасно знал и квартирным обменом заниматься не хотел. Узнав о приезде в город мадемуазель Фарин, он встретился с ней и сделал предложение руки и сердца. Заключить фиктивный брак с гражданкой Франции показалось ему проще, чем совершить обмен из нашего города в любой другой. И еще ему показалось, когда он ее увидел, что мадемуазель Фарин французская еврейка и по этой причине просто не может ему не помочь. Сейчас, опять же, задним числом я понимаю, что как мужчина он ей, скорее всего, не понравился. Может быть, потому что у него оттопыривались уши или еще почему-то. Это не важно. Важно, что не понравился. Однако, мадемуазель Фарин проявила деликатность в обращении с ним и не отказала сразу с порога. Она сказала, что никогда еще не вступал в фиктивный брак. Это серьезный шаг, необходимо его обдумать. И отказала ему на следующий день. Такова черная магия слова «отказник». Всегда он получал отказ. И в случае с городским КГБ, заподозрившим в ней белоэмигрантского агента, и в случае с Эдиком, увидевшим в ней нечто противоположное, ее принимали совсем не за ту, кем она на самом деле была. Сотрудники КГБ, знакомые с белой эмиграцией главным образом по советским приключенческим фильмам, рады были предположить, что на подведомственной им территории обнаружился такой агент. Так у них появлялось новое интересное занятие. Это придавало жизни остроту. Отказник Эдик хотел увидеть в ней французскую еврейку, потому что у нее появлялась надежда осуществить свою мечту. В обоих этих случаях в ней видели то, к чему внутренне были готовы. Многие обманывались на ее счет. Не зная, как ее нужно воспринимать, люди для облегчения своего восприятия привлекали уже известные и понятные аналогии. Но это не вносило ясности. На самом же деле она была просто Мари Фарин, не больше, но и не меньше. «Вы ошибаетесь», сказал мой отец Эдику, «ничего этого нет и в помине, дело в том, что она родом из Марселя, большинство жительниц Марселя смуглы и черноволосы. Для меня до сих пор остается загадкой, откуда он мог это знать. Ни в Марселе, ни в других городах с франкофонным населением мой отец никогда не был». Может быть, он цитировал какого-то французского классика «Большинство женщин Марселя смуглы и черноволосы». Чем это не начало для рассказа? «Мне совсем не запомнилась дорога в Москву. Я уже много раз ездил на электричке, которая ползет 4 часа со всеми остановками и раскачивается как телега. Чаще всего мы ездили за продуктами. В нашем городе трудно было купить не только сковородку и эмалированную кастрюлю, но также все то, что в них варят, жарят и пекут. Особенного значения жители города этому не придавали. Всегда можно было съездить и запастись едой на неделю вперед. Четыре часа туда, четыре обратно, три в очередях, на что же еще потратить выходной день. В музее западного и восточного искусства меня поразила широкая мраморная лестница с красной ковровой дорожкой. Это было первое яркое впечатление после долгой и нудной дороги. Лестница была как обещание, что все остальное будет не менее интересным. Невдалеке от нее стояла большая статуя, голый юноша с какой-то веревкой на плече. Я уже видел статуи голых женщин, но статуи голого юноши, да еще с веревкой увидел впервые. Оказывается, и такое бывает. У ног статуи стоял неизвестный мужчина и смотрел в нашу сторону. Увидев в толпе мадемуазель Фарин, он подошел к ней, обнял и поцеловал, не обращая внимания на внимательно наблюдающих за ними студенток. Тут надо уточнить, что в нашем городе на факультете иностранных языков учились только студентки, ни одного студента на этом факультете не было. Мне показалось странным такое публичное проявление чувств. Когда к нам домой приходили студентки, родители обращались друг к другу по имени отчеству, как бы дистанцируясь в их присутствии. Хотя это тоже казалось странным. В сопровождении неизвестного мадемуазель Фарин поднялась по мраморной лестнице, вошла в зал. Они сели на лавочку, взялись за руки и оживленно заговорили. А мы начали осматривать картины. Минут через пять Ольга Степановна спросила у мадемуазель Фарин, не хочет ли она начать лекцию. Честно говоря, спокойно ответила полотна, поведя глазами по развешанным полотнам. Я плохо во всем этом разбираюсь и поинтересовалась, когда назначен отъезд. Я хотела уехать в 15.30, рассказывала потом Ольга Степановна, но посмотрела на нее и сказала, что наша электричка в 17.00. Хорошо, ответила мадемуазель Фарин, я успею. После этого вместе со своим спутником она покинула выставку. Кто этот человек, с которым она ушла? Это ее компатриот, не задумываясь, ответил отец. Спрашивать, кто такой компатриот, я не решился. На выставке экспонировались работы Пикассо из отечественных музеев, в основном розового и голубого периодов. Все они были куплены богатыми после революции таких любителей живописи, которые в состоянии были бы у коммуниста Пикассо что-нибудь купить, в России не нашлось. Увидев девочку на шаре, я заметил, что она похожа на мадемуазель Фарин и поделился этим открытием с отцом. А почему здесь написано портрет молодого человека, а нарисованы только круги и стрелы, спросил я, когда мы перешли к другой картине. Ну, неопределенно ответил отец, это непростой художник. Перед тем, как уходить, отец сказал студенткам, а вот книга отзывов не желаете написать? По его тону я понял, что он заранее знает их ответ. А можно я напишу, спросил я. Не надо решительно сказал отец, ты все равно ничего умного никогда не напишешь. Студентки рассмеялись. Почему ты уверен, что я умного не напишу, спросил я, когда мы спускались по ковровой дорожке навстречу голому юноше с веревкой на плече. Может быть, Пикассо будет приятно прочесть мой отзыв, он прочтет и обрадуется. К сожалению, он умер, ответил отец. Кто же будет читать эти отзывы, если он умер, спросил я. Их никто не будет читать. Выйдя из музея, все мы, стараясь держаться вместе, отправились по магазинам. Глупо было бы не использовать подаренное Ольге Степановне время, приехать с пустыми руками, а Пикассо никто больше не вспоминал. Бадемуазель Фарин появилась на платформе за две минуты до прихода электрички. Она единственная на этой платформе была без продуктовой сумки. Увидев ее, студентки начали шептаться и хихикать. У них был такой вид, как будто они хотят ее о чем-то спросить, но не знают, как начать. Наконец, несколько студенток подошли к ней и заговорили. Улыбаясь, мадемуазель Фарин что-то отвечала. Потом все они засмеялись. Я тут же захотела разделить это веселье. Скучно было просто так стоять и ждать электричку. Я подошел и предложил сыграть в города. Девушки перестали смеяться, замолчали и удивленно уставились на меня. Как это играть в города? спросила мадемуазель Фарин. Очень просто, сказал я. Архангельск, Костромак, Тюбинск, Калуга, Альхметевск, Кинишма, Ачинск, Караганда. Мы не умеем играть в города, сказала одна из них. Иди предложи еще кому-нибудь. Что тут уметь, подумал я, отходя. Любой дурак умеет. В вагоне электрички я первое время бесцельно слонялся из конца во-первых, они не смеялись, когда я захотел написать отзыв для Пикассо. Откуда я мог знать, что он уже умер? В известность об этом меня никто не поставил. Во-вторых, ни одна из них не хотела играть в города. В-третьих, все они говорили о какой-то ерунде. Устав ходить вдоль скамеек, я сел на свободное место напротив девушки, задумчиво смотревшей в окно. Скажи, спросила она, ты хочешь стать летчиком? Нет, грубо ответил я, не хочу. А мы с Маринкой, кивнула она на подругу, думаем, что это самые смелые люди на свете, и все летчики нам нравятся, наверное, мы глупые девчонки. Эти слова поставили меня в тупик. Всю оставшуюся часть пути я над ними размышлял, что такого она нашла в этих летчиках, может быть, летчики нравятся ей, потому что рискуют жизнью, когда поднимаются в небо, и еще потому, что у них красивая форма. Но ведь есть более опасные профессии, например, пожарник. Все-таки летчик поднимается в воздух вместе с пассажирами, и общий риск делится на количество людей в самолете. Вместе им уже не так страшно, а пожарник идет в огонь один, куда никакие пассажиры никогда за ним не пойдут. Следовательно, пожарник рискует гораздо больше, чем летчик, и у него тоже есть форма. Но она почему-то не говорит, что пожарники ей нравятся и что они самые смелые. Наверное, она и вправду глупая, если сама в этом признается. А жаль, что Пикассо не нарисовал пожарника. Интересно, как бы это у него получилось? Заняты своими мыслями, я краем уху умудрялся слушать разговор отца и Ольги Степановной, сидевших позади. Выходя из музея, говорила Ольга Степановна, я увидела у дверей симпатичного молодого человека. Стала соображать, где же я раньше видела эту рожу. Замешкалась, поскользнулась и упала. Он помог мне подняться. У меня было такое чувство, что он сопровождал нас до Москвы, а до этого иногда встречала его утром, когда шла в институт. Я иду на работу, и он идет на работу в свой переулок. Треснулась я бедром неслабо, до сих пор болит. По делам вам заявил отец, не будете заглядываться на молодых людей. Как бы у Марии не было неприятностей из-за ее несанкционированной встречи, озабоченно сказала Ольга Степановна. Да, ответил отец, надо было в письменном виде спросить разрешение у декана, ведь он глава факультета, она же так не сделала. Это дерзость, неуважение к ее почтенной должности, как вы полагаете? Натурально дерзость поддержала Ольга Степановна, белый иммигрант выучил дерзить. Но есть смягчающие обстоятельства, напомнил отец. Она выполнила свое обещание, вернулась вместе со всеми. Я дала ей достаточно времени, удовлетворенно сказала Ольга Степановна, чтобы она выполнила все свои обещания. Когда электричка подошла к перрону, было уже темно. Студентки Ольга Степановна и Мазель Фарин сели в автобус и поехали в общежитие, а мы поймали такси и отправились домой. Дома родители стали разбирать сумки, а я взял с полки энциклопедический словарь 1953 года издания и нашел там фамилию Пикассо. Пабло Пикассо, сообщал словарь, известный художник и общественный деятель, член Коммунистической партии Франции. Его рисунок «Голубь мира» стал эмблемой международной организацией ЮНЕСКО. Художественному творчеству Пикассо присущ формализм, крайний индивидуализм, поэтому он остается чуждым широким массам трудящихся. Зачем же мадемуазель Фарин потащила за собой 50 студенток, если его творчество чуждит трудящимся? Конечно, студентки не трудящиеся, а учащиеся, но чему же они, по ее мнению, могли на этой экскурсии научиться? Какой урок для себя извлечь? Зачем ему устроили выставку, раз его творчество чуждо, спросил я отца? Эти сведения, ответил он, посмотрев на словарь, устарели в момент публикации. Все было непонятно в тот день. Почему сведения устаревают в момент публикации? Зачем писать отзывы, которые никто не прочтет? Почему на портрете молодого человека только круги и стрелы? Кто был тот загадочный молодой человек, который стоял на выходе из музея? Почему Ольга Степановна поскользнулась и упала, когда его увидела? Зачем она перенесла отъезд на полтора часа? Отчего летчики нравятся больше пожарников? Кто такой компатриот? Куда все-таки исчезала мадемуазель Фарин? Почему она, в отличие от всех остальных, не купила никакой еды? Может быть, она ничего не ест? Тогда зачем ей сковородка и эмалированная кастрюля? Ответов на эти вопросы у меня не было. Понравился тебе Пикассо, спросила мама, после того, как мясо и апельсины были уложены в холодильник. Ну, неопределенно ответил я, это непростой художник. Браво. Просто изумительный рассказ. Извините, что я вас заставил такой длинный текст читать. Но я надеюсь, что нашим зрителям он так же понравился, понравился, как он понравился мне, когда я его впервые прочел. Но вот слушая его уже вторично, мне было так же смешно, как и в первый раз, когда я познакомился с этим текстом. Александр, передо мной лежат листочки, и я знаю уже, что это относится к вашей другой деятельности, которую можно назвать общественной, хотя, может быть, она носит и какой-то обязательный характер. Я не думаю, что это вот то, что вы хотите сказать, это общественная деятельность. Вы, наверное, хотите спросить об онтологии, которую я собираю. Но все-таки когда человек действует в пользу других людей, я всегда считаю, что это деятельность общественная. не могли бы вы рассказать что-то про эту онтологию, несколько слов буквально? Или если захотите, много слов. Пришел такой замысел мне собрать онтологию стихов об Одессе русских поэтов 19-го и 20-го веков. есть такие антологии о Москве и Петербурге и просто странно, что до сих пор не существует такой антологии об Одессе. Правда, я видел книгу стихов, изданную после войны, собранную Константином Симоновым, стихи о военной Одессе, об освобождении Одессы. И всякие песни издаются одесский блатняк такой. Как правило, зачастую там есть тексты, которые к Одессе не имеют отношение. А такой книги не было, и я подумал, что было бы, во-первых, интересно посмотреть, как меняются в течение двух веков поэтические приемы, как поэты разных направлений решают одну тему. И сделал такую антологию. Она выйдет, я надеюсь, в конце этого года в издательстве Art House Media наш общезнакомый Александр Шишкин возглавляет это издательство. Вот, я надеюсь, что в понедельник уже, в понедельник, во вторник начнут верстать. Она состоит из трех разделов. 19-й век, вторая половина, первая половина 20-го и вторая половина 20-го века. Вот. И там достаточно неожиданные вещи удалось найти. Например, вот был такой Василий Туманский, о котором упомянуто в путешествии Онегина Ушкина. Вот он, уже уехав из Одессы, написал такие стихи. Это называется «Дубы-роза», такая аллегория. Под дубом северным растет одна в глуши малютка роза, как он могуч, как бодро ждет и бурь ненастных и мороза. Но юго-трепетный листок пугает каждый ветерок. «Родное солнце, приласкай сиротку бедную лапзаньем, дай полюбить ей русский край, дай подышать благоуханьем и розу юга, цвет любви в стране дубов усынови». И вот в Одессе считали… В каком году было написано это стихотворение? Это в 1832 году было написано. И в Одессе опубликовано в Петербурге. И в Одессе считали, что вообще это лучшее, что вышло из-под его пера. А петербургским критикам это не понравилось. И его обвинили в таком космополитизме, тогда такого слова не было, а в пристрастии к полотеным странам и в любви к чуждой природе и неуважении к русской природе. А ты когда его обвинили? В это же время? Да. Просто история в России идет по кругу. Как неудивительно. Значит, его обвинили в пристрастии к полуденым странам. Вот так вот это вот. И дабы реабилитироваться, Думанскому пришлось напечатать в современнике мысль о севере, где он, значит, воспевал о полуденых странах. суровую северную природу, которая, значит, бодрит и укрепляет народный дух. Да. И это было опубликовано в современнике с таким, значит, уведомлением, что ты справился в ответ на слова критиков, которые обвиняют его в пристрастии к чуждым красотам. И вот еще другое хочу прочесть, любопытное. После этого писать об Одессе вообще как-то стало небезопасно. И Бенедиктова, там тоже есть в антологии такие стихи, где он в одной половине стихов воспевает, а в другой происходит полная перемена знаков, и он ругает и говорит, что это все чуждо, это все красивость и нашему сердцу неблизко. Если позвольте, при чем вы рассказываете о следующем сюжете, мне просто вспомнилось, дело в том, что Петербургская Академия приблизительно в то же самое время пригласила в Петербург знаменитого словиста Ягича, профессора, и тот из Западной Европы приехал в Петербург с надеждой общаться с братьями славянами, еще усилить старший брат, как он называл славянских, русских, но когда он прибыл в Петербург, то ему не нашлось места никакого, кроме ординарного профессора в Одессе. И вот он отправился туда, как в ссылку, в Одессу, ему уже было некуда деваться по экономическим соображениям, он человек был очень деликатный, и он вел переписку со знаменитыми учеными, словистами в Петербурге из Одессы. И в одном из писем, которые он отправил в Одессу, в тот период, пока он уехал, он вернулся назад в Европу, в одном из писем он написал такие горькие слова, «Одесса это город, ненавистывающий на науку». Ну, это, наверное, личные его причины так подвигли. Там был замечательный и есть замечательный университет имени Мечникова, и замечательные литераторы оказывались в Одессе, и Пушкин, и Мицкевич, там были ссылки. Ну, после того, как я проглядел, посмотрел все, что было написано об Одессе, пришел к выводу, что, безусловно, лучше всех об Одессе написал Пушкин в этом путешествии Онегина, и так я жил тогда в Одессе, а в 20 веке Семен Липкин, весь корпус его стихов, да, вот это доказывает. А просто хотел как курьез такой прочитать, тоже взял это в антологию, стихи о том, как же следовало писать тогда в 19 веке. Это стихотворение написано Андреем Подолинским, был такой поэт-чиновник, но они были и в 19 и 20 веке такие люди, он после встречи с Пушкиным в Чернигове решил стать литератором и действительно он писал и вошел даже в 20 веке уже в Всемирную библиотеку по этой второй половине 19 века и его небольшая подборка. То есть, как-то он устраивал всех и в 19 и 20 веке. Так вот, Одесса. От семьи родной далеко, где глухая степь легла, мать России одинока, дочь меньшую родила. Кто же юную лелеет? Не от солнца льюга там и растет она и зреет не по дням и по часам. Нет, не южная светила, но как старше в братьев встарь, дочь полудня осенила солнце севера, наш царь. Он любви своей лучами молодую осыпал, он испытанных трудами добрых пестунах ей дал. Вот она под их покровом, под влиянием их труда, с каждым годом в блеске новом силы свежестью горда. Иноземкою красивой нарядилась она, но в груди своей спесивой чувству родины верна. И полна благоговением к покровителям своим, предлагает с умилением свой за здравный кубок им. Ну вот, за такое стихотворение не вышлют под надзор в имении родителей на надзор отца и духовный. Но это некий тупик с другой стороны. И действительно, придя в этот тупик, стихов об Одессе долгое время не возникало. Иногда бывает очень жалко. Допустим, жил Яков Полонский в Одессе, а вот нет стихов об Одессе. Как-то вот тогда о море, да, о пейзаж, может быть, но вот именно о городе в романтической поэзии считалось чем-то малоинтересным. Вот. И долгое время действительно не было стихов об Одессе, а потом у Бунина и у поэтов Серебряного века они возникли. И, в общем-то, я думаю, что это будет замечательная антология. Вы знаете, эта антология может иметь даже и другие последствия. Дело в том, что с югом вот в российской культуре с югом соотносится вот с этими полуденными странами в противовес полуночными соотносится в основном Крым. И там огромное количество текстов, связанных с Крымом. Ну, и от Потемкина и дальше. Ну, исследования, которые связаны с неким текстом города, начатой топором, они, в первую очередь, конечно, это был петербургский текст, потом был текст города Девы, города блудницы, но вот сейчас ряд исследователей, они активно пытаются создать текст Москвы и текст Крыма. Но я думаю, что ваша антология это просто будет замечательный сборник, который может послужить основой одесского текста, который так и просится, по-моему, для его произведения. Но это уже будет исследование некое. Какое занимает место и как какие характерные опознахи Одессы как тексты? Ну, в общем, это будет еще одна книжка в большом количестве книг, которые издаются ежедневно во всем мире. Но теперь это уже не Россия. Нет, это называется Одесса в русской поэзии и издается это в Москве. Так что я думаю, что тут еще это может быть некое такое объединительное значение. К сожалению, там масса информации отсекается из России от тех, кто живет в Одессе и в Новороссии, скажем так. Но я думаю, что это стихотворение, вернее, антология послужит тому, что иначе посмотрит на свою историю. Хотелось бы, чтобы это тоже было, имело место. в любом случае культурные связи Малороссии или как вы ее назвали, Новороссии, да. Они традиционные и взаимодействие культурное русского и украинского народа, мне кажется, никогда не прекратится. И я думаю, что это все нужно делать и прекрасно, что вы посвятили этому свое время. Вот передо мной журнал, который вот отлихаем журнал, я не знаю, наши зрители знакомы, или может быть кто-то знает об этом журнале, очень интересный журнал, рекомендую его читать, он есть в интернете, если кому-то недоступно его в виде бумажного варианта. И в этом журнале у вас есть публикация стихов, ну вот слово о вороне, и ну, может быть, вы прочтете или скажете что-то об этом стихотворении интересном, и тут есть иллюстрации вот к вашим стихам и в интернете, и в журналах есть иллюстрации Ладыженского художника Ефима Ладыженского, очень интересного художника с интересной судьбой, о которой вы тоже, как я знаю из беседы с вами, вы многое знаете, как бы всю его судьбу. Скажите, как случилось так, что ваши стихи и иллюстрации Ладыженского объединились вот вместе? Ну, до этого тоже у меня была публикация в Лихаем, и когда меня спросила художница, кем именно иллюстрировать, то я подумал, что Ладыженский это наиболее близкое. Ефим Ладыженский родился в начале века в Одессе, и он в Одессе начал учиться живописью, причем интересно, что он родился на базарной улице, где стоит дом Катаевых, где родился и Багрицкий, и, насколько я помню, Ильф. Вот, многие как бы связаны с этой улицы это в Приморском районе рядом с центром, и потом он стал театральным художником, еще до войны он стал работать в одном из московских театров. Во время войны он много ездил с театральной бригадой и оформлял спектакли для фронта. После войны он жил в Москве, работал в своей мастерской и помимо театральных работ у него появилась значит оригинальная живопись. И постепенно он выработал свой стиль это такой модернизм и причем еврейская тема при этом еще отказ от плоскости, отказ от тени, яркие цвета такие как у фавистов. У него появилась была опубликована в издательстве искусства книжка, это был небольшой каталог Одесса, город моего детства, 70-е годы, по тем временам достаточно редко было, чтобы опубликовалась книга, где была еврейская тема. Вот. И потом он его когда уже было порядка более 100 работ посвященных Одессе, вот этот цикл город моего детства, он не мог устроить их все в один музей. Ему Третьяковка или Русский музей предлагали купить у него так 10 дюжину работ, но не больше. Он хотел, чтобы все вместе было в одном собрании. В середине 70-х, в общем, точно я сейчас не могу сказать, в 70-х годах он уехал в Израиль и это еще сопровождалось таким драматическим для него моментом, он вынужден был большую часть своих работ сжечь, потому что тогда нужно было платить за вывоз, и он не мог заплатить за все. Но основное он вывез, и в Израиле у него было три персональные выставки, тем не менее, ему казалось, что он там как-то на отшибе, что это никому не нужно, он неправильно там воспринят, не оценен. В общем, у него развивалось в новых необычных для него условиях, каталистических условиях, к которым он не был готов, у него развивалась депрессия, и кончилось это трагически, он покончил с собой. В каком возрасте это произошло? Это было ему уже за 70. Да. И сейчас его картины начинают возвращаться сюда. В этом году была большая выставка персональная, которую привозила сюда его дочь Виктория Лодыжинская. Сейчас его картины находятся в Израиле, в США, они находятся здесь в запасниках Третьяковки и постепенно в общем-то его место и значение проясняется, что это один из очень интересных и крупных художников. Я написал о нем на сайте Букник, там висит большая статья о фильме Лодыжинском, потому что если кому-то интересно, могут это уточнить. Мне во всяком случае очень интересно, и мне кажется, что помимо еврейской темы, которая собственно была и у некоторых других художников, у Шагала, например, у него он представляет большой интерес как живописец из-за его какой-то совершенно мне кажется необыкновенной и чудесной манеры живописи. И мне кажется, это очень большой мастер, которому еще предстоит войти в такую большую живописную культуру, и которому будет привлечено внимание искусствоведов, и которые начнут его изучать уже с более высокой точки зрения и в более широком контексте изобразительного искусства. Но вот здесь вот есть знаменательное, мне кажется, для литературы стихотворения у вас слово о вороне. Не могли бы вы его прочесть и что-то сказать об этом, потому что мне кажется, очень симптоматично ваше обращение вот к этой теме, к которой обращались многие великие. И вот это слово, оно как бы стоит особняком в литературе у многих авторов. Ну, известны стихи Эдгара Поа о вороне. И после того, как было большое количество переводов на русский язык, среди них были замечательные переводы, я думаю, что самые удачные переводы были у Бальмонта и Михаила Зинкевича этих стихов. Ворон этот как-то стал, и ритмы эти как-то стали явлением и русской поэзии тоже. И так происходит иногда с какой-то темой, допустим, тема памятника, которая там у Ломоносова, у Державина, у Пушкина возникла, и у других авторов. И вот Ворон, я просто представил себе, что было бы, если бы Ворон заговорил наидыш. Он тут произносит слово «гурнышд» Это не то же самое, что «Невермор», а «гурнышд» означает «ничто». Слово о Вороню. Разговаривая прозой, был я здравый и тверезый, отключив компьютер в полночь, помню, вышел на балкон, на балкон я только вышел, а живу под самой крышей, звук отчетливо услышал с этим ритмом в унисон, телеграфный, неурочный, словно правом наделен полуночный почтальон. В черной форме порученец, пунктуальный точно немец, гробовщик из фирмы Либо, либо просто из СС, Мефистофелю приятель, ворон, ты стучишь как дятел, или ты под старость пятил, ты разбудишь весь подъезд, всех, кто видит сны воочию, воспарив от бренных мест, вдов, молодых и невест. Говорю ему, о дерзкий, у тебя характер мерзкий, появление черной птицы, несомненный знак беды, но бояться нет причины, сложим мы с тобой секстины, для Елены и Элины, подберем, глядишь, лады, без туфты и тавтологии, без повторов и воды, нам приметы до балды. оценив мое вступление, отряхнуло наперение, соскочил с перил проворно, важно в комнату вступил и взлетел на бюсту входа, выкреста и сумасброда, чьи стихи из уст народа слышать больше нету сил, сохранив невозмутимость, как зовут вас, я спросил, гурнышт, ворон возгласил, вижу, гость попался редкий, где, в какой сидел ты клетки, был удачлив твой хозяин, если часто повторял это умершее слово, что явилось из былого, признаюсь, услышать снова звуки эти я не ждал, расскажи перед кончиной, что тебе он прошептал, гурнышт, ворон проорал, и значение, и звучание, как от дяди завещание, что ты знаешь, старый ворон но не хочешь объяснить, что ты помнишь, что ты значишь, в снах моих зачем маячишь, черным маятником скачешь, не по летам это прыть, поделись же, мудрый ворон, растолкуй, как дальше быть, гурнышт, укажи мне нить, кем ты послан, мрачный ворон, теми ли, кто был прикован к штэтлу своему и быту, облику и языку, кто судьбу не объегорил, как удачливый Егорий, чье разлившееся горе не уложится в строку, и о ком тебе досталось крикнуть, сидя наверху, гурнышт, словно петуху, ну а тот, кто правит нами, не ведет ли к новой яме, все обеты позабыты, упований больше нет, льдом затягивает лужа, а затем приходит стужа и оковывает души, он король или валет, отвечай, что он за карта, туз, король или валет, эрэс гурнышт, был ответ, ворон, судя по ответам, ты в разладе с целым светом, кроме правила отрицания ты не знаешь ничего, перед тем, как подытожить, все готов на нулю умножить, все реально уничтожить, непонятно для чего, неужели мудрость в этом, квинтэссенция всего, в гурнышт, в слове ничего, гость, хотя не подал виду, затаил в душе обиду, на вопрос не отвечает, чистит клюв и воду пьет, говорю, да и дверь прикрою, голова как с перепою от общения с тобою, что за дикий переплет, и ответил он надменно, глядя вдаль, поверх, вперед, гурнышт, голова пройдет. Очень интересно, просто любопытно, когда тексты вступают в какой-то парафраз между ныне живущими авторами стихов и уже ушедшими от нас, вот вы назвали некоторых, еще можно назвать и других, например, Есенина Вольпина, живущего, сына Есенина, который еще живет в Соединенных Штатах, известного в свое время диссидента, но просто замечательного поэта и философа, а также Андрея Андреевича Вознесенского, ныне живущего поэта, известного всей стране, который тоже написал на этот сюжет стихи, и они как-то таинственным способом взаимодействуют. Но вообще, я заметил, что вы и в других своих стихах вступаете в такие парафразы, например, вот есть стихотворение, где вы вступили с известным стихотворением Бродского, где сейчас так мало в Ленинграде греков, что мы сломали греческую церковь, но вы решили эту одесскую для вас проблему, уже не Ленинградскую, а это тоже север-юг, совершенно другим способом. Да, есть такие стихи, но это там эпиграф из Бродского, действительно. Действительно, есть в Одессе такая церковь, и меня всегда это очень интересовало. Собственно, меня интересовало вот это драматическое событие, высылка греков, и я хотел об этом написать, но вот непонятно, да, я думал, что я напишу об этом в прозе, и непонятно вообще, как вот это сделать, чтобы это было не банально. А потом, когда мне попалась на глаза книга о греках, которые воевали в специальном морском батальоне, созданном при Екатерине Второй для отражения турецких наступлений, они воевали на море. Вот эти вот имена как-то у меня сложились, и вот вышло такое стихотворение, сейчас я его найду. Она должна быть вот в этой второй книге, которая, как уже говорилось, называется «Имя и число». греческая церковь, теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, Иосиф Бродский. «После войны, в конце сороковых, мы выслали всех греков из Одессы, а греческую церковь сохранили, мешают люди, а она, напротив, была примером сдержанности линий. Их выселили с наших берегов, в наш Казахстан, из пограничной зоны, для вязчей безопасности границы, на всякий случай, проще говоря. В столб соляной никто не превратился, взглянув назад. Метаморфоза эта произошла уже на новом месте. Скарлата, Калафати, Хианаки, Кафеджи, Аврамопула, Фианга, Чапони, Андруцаки, Григорияна, Мавромихали, Роксамати, Псанти, Капитанаки, Змирли, Вальсамаки, Афрана, Кападиня, Истрия, Варвате, Граматикати, Папазули, Лефи, Барбана, Меланиде, Качионе, Камбураглу, Кастанди, Паратина, Скориде, Аргириде, Рафтопула, Зофире, Маргалопула, Пангола, Стратеаглу, Инглезе, Персияне, Ливане, Сербе, Сириане, Булгар, Марайте, Прусаке, Альжирина, Румелиоте, Буга, Войскобула, Сидери, Арисдатис, Миколае, Теохориде, Истой, Цицильяна, Альцесте, Каламара, Стаматаки, Метакса, Антонопула, Кандури, Верготи, Анганати, Провизьяна, Сурмели, Трана, Джуси, Караяни, Имбери, Сили, Бея, Зимус, Кати, Полити, Критика, Янжули, Минченаки, Мирони, Лука, Дима, Яни, Праси, Ханжогла, Кастанжогла, Рассалима, Радестияна, Хаджи, Дегапула, Апостолиди, Христа, Ангелаки. Внутри прохладно, несколько старух стирают пыль, оплывший воск счищают, горит лампада перед Преснодевой, святые здесь напоминают паству, которой след давно уже остыл. Когда звонят колокола соседей с Преображенской, с Пушкинской, с Соборной, им греческая церковь отвечает, как равная, неспешно и спокойно. Здесь все, как прежде, но уже без греков. Спасибо. Замечательное стихотворение. Хорошо, мы пришли к стихам. Может быть, вы прочтете какие-то стихи из той или другой или из той и другой книги. Или из тех, может быть, у вас есть с собой стихи, которые у вас недавно сочинены. Ну, то, что вы хотите. А вот тех, которые недавно, я их не захватил. Ну, из недавних, вот, например, такое. Под зонтом. Как раз к погоде, да? Да. Человек под зонтом, в двух шагах от беды, замер в цилиндре пустом, со стенками из воды. Ему грозили перстом, молотом и серпом, месяцем и крестом. Вот он стоит под зонтом, безлюдно, куда ни глянь, стихли молвь и хип-хоп, натянута тонкая ткань, барабанит крупная дробь. Точно философ какой, глядеть на стихи и разгул, их можно достать рукой, шагнуть, как уйти в загул, узкий, но твердый брег, теснивый быстрой водой, и под зонтом человек, старый и молодой. Ну, а вот из тех, которые давно, если хотите. Да, конечно. Сапожник из Ассирии, Сапожник выходит из будки, тяжело садиться на стул, и смежает веки, как будто забылся или уснул. Выцветают на солнце тени, все реже слышны шаги, два часа по полудни стены раскалились, как утюги. Но зато отпустила морока, и утих городской кан-кан, слышно, если скрипнут ворота, или цокнет в асфальт каштан. Не бездельник, и не калека, а сириец не прячет лица, и морщины, клины весь века, как следы большого резца. Он не помнит, не может помнить, как упал ассирийский лев, полыхала столица в полночь, и дворец превращался в хлев. На обломках былых империй расцветает чертополох, археолог найдет, проверит, извлечет историк урок, чтобы дети учили в школе, что была такая страна, много крови и много боли, непонятные письмена. — Вы знаете, вот в этом стихотворении, ну я знаю, что вы образование инженер-строитель, но это как бы не главное, а главное то, что вы участвовали в реставрации зданий памятников истории архитектуры, а я когда-то в советские времена вот тоже был инспектором по охране памятников. — Да, и что вы инспектировали? — Ну, значит, я, собственно говоря, ничего не инспектировал, а я искал такие памятники в архивах других и пытался поставить их на охрану, иногда мне это удавалось. Ну вот, так вот, значит, но мне просто интересно с вами обменяться впечатлениями, потому что впоследствии, когда я интересовался вот этими памятниками, поставленными уже на охрану, оказывалось, что они снова уже не поставлены. И я на самом деле вот в этой части деятельности я как-то всё время видел, что есть некая тенденция, которой, ну, просто невозможно сопротивляться, потому что происходит уничтожение памятников. Вот ваше впечатление мне интересно. Ну, в стихотворении очевидно, что вот вы этим занимались. Ну, к сожалению, такой процесс, который, наверное, неостановимый, его только можно как-то замедлить, потому что вот эта вот энтропия, да, она касается и памятников тоже. Вот. Когда я этим занимался, я видел, что возникает взамен подлинных памятников всякие муляжи, новоделы, и хорошо, если они будут, по крайней мере, внешне соответствовать тому, что было раньше. Ну, а вообще научная, строго научная реставрация состоит в том, что если и достраивать, то при этом выделяют реальную, подлинную историческую часть, ее каким-то образом выделяют цветом, да, вот, и видно сразу, что именно в этом памятнике подлинная часть, а что уже современная пристройка. Вот. Ну, из наиболее таких интересных памятников, к которым я имел отношение, знаете, была реставрация фундаментов Иверской часовни. Я тогда работал на историческом музее, и поскольку это было рядом, то поручили и вот раскопанные фундаменты неким образом их законсервировать. И эти фундаменты просто-напросто, значит, мы обмазывали толстым слоем известкового раствора, чтобы они, значит, эти памятники меньше подвергались коррозии, разрушению. И когда подходили архитекторы и говорили о том, что есть проект, о том, что часовню эту постановят, и она будет стоять полностью, то я бы думал, что это, скорее всего, не на моей жизни произойдет. Это был конец советских уже времен. времен. Но вот оказалось, что нет. Оказалось, что на моей жизни. Но вот я вижу, что происходит так. Так же произошло и с рядом стоящими перекрытиями манежа, которые сгорели. То есть, к сожалению, этот процесс происходит. в некоторых случаях просто невозможно проводить что ли обоснованную реставрацию. Даже в мелочах, скажем, в Эрмитаже очень много всякой позолоты, которую приходится реставрировать систематически. Но дело в том, что вот этого цвета золота в России больше не добывают. Вопроса нет. И то золото, которое сейчас используется при реставрации, вот это позолота, оно другого цвета. Ее невозможно сделать того цвета, которого была вот та немножко отдающая в зелень старого золота. Да, это понятно. Но это, казалось бы, самое благоприятное из всего, с чем я сталкивался в этой области. Потому что есть много другого, но совершенно как бы не поддающегося никакому воздействию разумному, если кто-то хочет что-то сохранить. То в конечном итоге у меня сложилось даже впечатление, что может быть оставить все это и заняться только созданием нового, если уж мы не можем сохранить старое по каким-либо причинам. Хотя я думаю, что технологии на самом деле настолько продвинулись в мире вообще, но не говоря про нашу страну, что и научный подход к сохранению важных важных знаков культуры настолько уже продвинулся вперед, что, вероятно, возникнут способы сохранения. Как вы думаете? Ну вот проблема, например, конструктивизма 20-х годов, насколько я могу судить, в том, что тогда использовались весьма некачественные материалы, ну, по сравнению с нашим временем. Технология строительная не была развита, вот эти все деревянные перекрытия, это известковая штукатурка, которая быстро разрушается. Вот. Поэтому эти памятники, они... и когда стараются их реставрировать, то реставрируют уже с помощью новых технологий, уже не известковая штукатурка, а цементная, песчаная, и также перекрытия меняются, меняются и внутри все, я не знаю, на самом деле, это вообще такой общий вопрос. Когда мы обращаемся к истории и хотим ее каким-то образом представить себе, то мы представляем себе совсем не то, что было тогда, а вот что-то другое. И это касается, в частности, и памятников. А как вы считаете, вот на ваше творчество, вот участие в реставрации, оно продолжает оказывать какое-то влияние или это уже страница написана и закрыта? Я занялся этим, ну, наверное, потому что это и строительство меня тогда больше всего интересовало. Вот. А вообще говоря, наверное, лучше всего все сохраняется как раз вот в слове. Поэтому стараться что-то реставрировать и сохранить в слове это как бы продолжение того, чем я занимался тогда. Так бы я ответил. Можете вы прочитать что-то еще из уже коротких рассказов, которые вы готовились прочесть. Перейдя от стихов к рассказам. Так сказать, вернувшись к началу нашей беседы. ну вот мы говорили, начали говорить о анекдотах новейшего времени. Что-то оттуда тогда. Так. Тут, как правило, эти вещи, они идут от первого лица. и от лица мужчины могут быть от лица женщины, но не всегда. Вот. И это я к тому говорю, что если здесь есть я, то это не я, а это рассказчик. Кстати, вот мы говорили о реставрации. Частная коллекция. Какая песня без баяна, какой братишка без нагана. Между тем, дело обстояло именно так. У бронзового матроса работы Матвея Манизера, что на платформе станции метро Площадь Революции, украли наган. Сама бронзовая скульптура, включая бескозырку, пулеметные ленты на груди и кобуру, летая, а вот наган держался на заклепках. Высверлить их аккумуляторной дрелью дело техники. Потерявший оружие матрос складывал пальцы правой руки трубочкой, несколько выдвинул ее, то есть трубочку, вперед, отчего вся кулино-преклоненная фигура перебитала какую-то двусмысленность, чтобы не сказать фривольность. Со стороны казалось, что матрос разуверился в революционных преобразованиях мира и обратился к иным ценностям. С этого происшествия, которое кому-то покажется забавным, а кого-то напротив и печалит, началась таинственная серия похищений. Вскоре в городских газетах появилось сообщение, что у скульптурной группы перед метро электрозаводская украдена кувалда. Рабочий поднял ее над головой, в замахе закинул за спину, в этот момент она и пропала. Лишенный орудия труда кузнец безутешно несколько по-женски заламывает поднятые к небу руки. Затем обнаружилась пропажа у обобщенного советского человека ОСЧ, что на постаменте перед рижским рынком. Держал человек на ладони первый искусственный спутник земли. Держал и держал. Нет, спутник остался на месте, но совершенно облысел. Все антенны, делающие его узнаваемым, исчезли бесследно. Получалось, что ОСЧ вышел из рыночного павильона с покупкой, протягивает ее прохожим, как бы восклицая, посмотрите, какой я купил арбуз, искренне радуется своему приобретению. Трудно ручаться за хронологию событий. У похитителя поднялась рука на великого непротивленца на Махатму Ганди. Из всех скульптур, о которых здесь речь, эта единственная вдохновлена не только госзаказом. Дорога забирает в гору. Хрупкая подростковая фигурка Ганди устремлена вперед. Опираясь на посох, он идет вверх. На теле его только набедренная повязка. Что же сделал похититель? Он снял с головы черепа мудреца очки. Но за Ганди можно не беспокоиться. Он ведом внутренним зрением. Не зря народ назвал его Махатмой. А вот каково рыцарю революции Железному Феликсу. С Лубянской площади он переехал на задворки Крымского вала. Уже одно это может дезориентировать. И вдобавок с чугунного стакана пьедестала, на коем он стоит и сейчас. Исчез меч-кладенец, обрамленный венком. Рыцарь без меча. Похоже на Дон Кихота Дзержинский, глядя куда-то поверх голов, сжимает в кулаке шапку. В этом жесте сдержанное отчаяние. Бесспорно, каждое из похищений акт вандализма. Почерк вроде бы совпадает. Не исключено, что все они дело рук одного человека. Представим себе коллекцию, в которой очки Ганди соседствуют с кувалдой, наган и меч революции с антенной от первого спутника. Чья очередь дальше? Есть еще автомат ППШ у белорусского партизана, серб колхозницы со знаменитой скульптурой Мухиной. Какими глазами посмотрит на такое собрание далекий потомок? Что подумает о нас? Но попытаемся взглянуть на вещи шире. Вспомним, что произведения монументальной пропаганды, так же, как и живые люди, страдают от стихийных бедствий, так же, как и люди, они не защищены от войн, от любых политических катаклизмов, да, наконец, от агрессивного воздействия окружающей среды. Почему бы не попытаться спасти часть, если целое все равно обречено? Кто знает, что ждет нас завтра? Ведь и в археологическом музее представлены фрагменты, осколки, обломки, однако, благодаря им создается целостная картина. Если так, то не должны ли мы сказать спасибо безвестному смельчаку, рискуя вызвать гнев правоохранительных органов, рискуя остаться непонятым современниками и, отрывая время от сна, выполнить такое можно только ночью, он добровольно взял на себя труд, сохранить для будущего эти бесценные атрибуты, каждый из которых повествует о многом. Вальс. Пианист Гальденвейзер время от времени приезжал в Ясную Поляну к Толстому. Дружили они в один прекрасный, в один из приездов хозяин, несколько смущаясь, гостю так показалось, предложил послушать только что написанный вальс, рояль, на котором он его по памяти исполнил и сейчас стоит в доме музея. Гальденвейзер услышал мелодию, полностью совпадающую с укладом и бытом русской усадьбы, окруженной обширным парком, одним краем плавной переходящим в лес, а другим выходящим на помещичьей пашни. Мелодия на все на это, как говорят, хорошо ложилась. В ней не было ничего ученического, что при желании можно найти в вальсах Грибоедова. Не было и ничего венского. Вместе с тем по ритму это был именно вальс. Закончив играть, Толстой попросил никому о сочиненном опусе не рассказывать. мнением пианиста не поинтересовался, никаких «ну что, ну как вы находите» не задавал. Просто ему в тот момент нужно было свой вальс кому-то сыграть и от звучащей внутри музыки освободиться. Наверняка вальсы ставил он не выше, чем стихи, считая сочинения и того, и другого делом несерьезным. Но Лев Николаевич не учел двух существенных обстоятельств. У Гальденвейзера были А. Абсолютная музыкальная память, Б. Большое число учеников. Вернувшись в Москву, он сделал нотную запись, благодаря чему вальс сохранился и дошел до нас. Странно устроен человек, размышлял Гальденвейзер, расположившись в креслах и слушая толстовский вальс в исполнении своего ученика. В особенности, если этот человек писатель. В особенности, если этот писатель Толстой. Статьи последних лет вызвали громы и молнии. Толстовцы почитают за главу нового вероучения. Святейший Синод вынес определение об отпадении от церкви. Духобора и молока не просят деньги на переселение в Канаду в полном составе. В семье сложности хоть из дому беги, а в голове между тем складывается вальс. Клоун Вовочка. Есть у нас еще время, У нас есть еще время для одного рассказа или же для рассказа о молодом ковчеге. Вот выберите, что вам кажется ближе рассказать про ковчег или же прочесть еще рассказ. Ну давайте тогда действительно я уже читал значит молодой ковчег это такое мне кажется что это интересная тема на самом деле вы являетесь одним из руководителей поэтому да это такой семинар для молодых литераторов для прозаиков поэтов и переводчиков художественным руководителем которого является писатель замечательный писатель прозаик переводчик осар эппель и я веду этот семинар вместе с ним мы существуем уже порядка четырех лет собираемся мы в таком месте которое называется московский еврейский общины центр но вот это вот само местоположение не говорит о том что там только темы каким-то образом связанные с еврейством просто это такая крыша которая сейчас нас есть над головой авторы которые приходят евреи или же бывают русские или кто-то другие авторы бывают самые разные и христиане и мусульмане тоже вот вот это очень интересно и личность осара эппель безусловно притягивает большое количество людей и кстати пользуясь случаем могу пригласить ближайший семинар у нас будет 14 вот этого месяца 14 сентября 17 00 адрес 2 вышеславцев переулок 5 а 403 аудитория значит люди приносят туда свои тексты эти тексты читают и происходит обсуждение ну вот как обычный литературный семинар вот вы что-то выпускаете по результатам своей деятельности или же вас это не беспокоит журнал какой-то интернет журнал вы не ведете ничего нет мы не ведем ничего и не стоит задача создать еще какое-то издание а наоборот помочь людям довести свои тексты до до ума что называется чтобы они могли потом их опубликовать в уже известных книгах в уже известных да изданиях вот так вот вот насколько вот я вспоминаю разное литературное объединение я не был в молодом ковчеге хотя вот в старшем я бывал несколько раз а в молодом не был ни разу но вот мое впечатление о литературных объединениях часто ну как бы оно было в связи с тем что там много занимаются как бы критикой вот критикуют автора не столько пытаются понять что в нем есть интересного и сколько пытаются обратить внимание его на какие-то ошибки и на какие-то недочеты что мне не кажется важным мне более важным кажется обратить внимание на то что он достиг как у вас это устроено ну семинары это в общем-то некая школа мы говорим о том как стоят слова это в общем-то самое важное а как человек развивается это же предугадать невозможно можно его неким образом только научить обращаться со словами вот я в этом сильно сомневаюсь потому что я думаю что очень полезным для авторов является как раз обращение внимания автора на то на его достижение на то что он смог сделать вот выдающегося или же интересного или просто привлекающего внимания заслуживающего размышления потому что вот самой технологии я очень мало убежден что можно кого-то научить если он сам этим не владеет у вас есть примеры того что вот кто-то человек кто-то из авторов сильно продвинулся в результате посещения ковчега молодого ну я скажу что если приходит человек уже сформировавшись то его пребывание на ковчеге укрепляет уверенность в себе наверное так и через некоторое время через некоторое время у него появляются публикации что-то он иногда в них улучшает после того как было обсуждение в общем это такой нормальный литературный семинар как часто вы собираетесь мы собираемся два раза в месяц по воскресеньям довольно часто довольно такое плотное занятие ну что ж наше время подходит к концу я вас благодарю за прочтенные вами рассказы стихи и за то что вот за вашу деятельность в области литературы и в области культуры спасибо вам большое до новых встреч до свидания это было до свидания программа букинг проводили мы сегодня литературную встречу с поэтом и писателем Александром Рапопортом ведущий в студии Юрий Проскуряков еще раз до свидания до новых встреч субтитры и субтитры и субтитры и субтитры субтитры